В Ордынском районе в квартирах мерзнут люди. Рассказывают, что плесень на стенах обдела обычная. На обращение жители власти не реагируют. В ситуации разбирался Дмитрий Белькевич. Радость от получения квартиры в этом доме у жильцов прошла довольно быстро, уже с первыми морозами. И хоть дом снаружи выглядит очень даже неплохо, внутри квартир гуляет ветер, появляется плесень и намерзает лед. Правда, жалуются жители последнего этажа, которого изначально по проекту не было. Позднее проект официально переделали, однако от этого семье Евгения Исмагина не легче. В доме очень холодно. С октября месяца, как начался отопительный сезон, начали батареи плохо греть. Обращалась в ЖКХ, приходили промывали. И работники ЖКХ говорили, что отопление не доходит сюда. Потом стал обвисать потолок. То есть даже на потолке лампочка нагрелась, маленько подплавилась. Я обращалась к застройщику. Вот он пришел, подремонтировал маленечко, сказал, что все нормально. Девушка получила квартиру через сут как сирота. Теперь борется за комфорт. И квадратура, и планировка Евгений устраивают. Но вот окна кривые, на обоях пятна, а между стенами и потолком трещины. Из-за сквозняков дети часто болеют. А когда была последний раз в садике? Давно. А почему? Потому что дома холодно, и я всегда болею. А хочешь опять в садик? Да. Аналогичная ситуация и у соседки Натальи. Небольшую квартиру в доме на улице Мира она также получила по решению суда. Полгода назад родила дочь. Теперь все деньги тратит на лекарства. Начались морозы, у нас начала промерзать крыша, видимо. На потолке появилась плесень. Промерзают окна. Влажность сильная. Трещины. Да, их видно как бы на стенах. В декабре в доме была комиссия от райадминистрации. Составили акт, обязали застройщика до 10 июня утеплить крышу и фасад. Но жильцы квартир считают, что нужно начинать работы раньше. Да и в надежности застройщика не уверены. К примеру, на сайте службы судебных приставов представитель стройкомпании Владимир Кириллов значится как должник. Шлейф из неоплаченных штрафов и иных выплат тянется за ним из республики Якутия. Тем временем в администрации рабочего поселка о проблемах местных жителей даже не знают. Когда дом сдавался в эксплуатацию, был предоставлен акт, подтверждающий госэкспертизу. Конечно, госэкспертиза выезжала, были какие-то замечания, они были устранены. Потом был предоставлен акт за подписью госэкспертизы, что все в порядке. И после этого только мы выдали вот объекты в эксплуатацию. Вот сегодня я от вас только услышал, что там какие-то нарекания от сирот. Глава поселка ситуацию взял на контроль. Обещал по возможности ускорить решение проблемы. В том, что застройщик все устранит, глава не сомневается. Сам строитель поначалу общаться не захотел, но на месте отметил. Недочеты есть. Вы мне скажите, вот это должно быть? Вот так. Вот это. В Сибири это случается, да? Ну это должно быть. Или это все-таки не должно быть? Возможно. Это нужно убирать, устранять? Ну конечно. Владимир Кириллов подтвердил. Трещины в стенах подъезда и на потолке последнего этажа устранять можно хоть сейчас. Ремонтировать крышу с наступлением тепла. Что-то где-то не доложили там. Промахнулись утеплители, что там гипсокартоном не закрыли вовремя. Но с этим нужно разобрать. Это недолго здесь. Хорошо, я вас понял. Вы сделаете? Конечно, обязательно. Жители дома задаются вопросом, почему сразу не построили, как полагается. Теперь главное дождаться обещанного ремонта. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новости ОТС.